Доброе утро, уважаемые зрители! В студии Артема Винов и мы начинаем обзор рынка Форекс. Затронем тему вчерашнего заседания ФРС, итогов заседания пресс-конференции Пауэлла, а также рассмотрим события сегодняшнего дня. Среди них со мной внимание, конечно же, заслуживает заседание Банка Англии по изменению монетарной политики, так что этому вопросу тоже делим внимание. Давайте для начала небольшие итоги вчерашнего заседания подведем. Во-первых, по факту, я думаю, уже все видите, что все валюты выросли против доллара или доллар упал по всему спектру рынка. Сегодня, если посмотреть с открытия торговой сессии, продолжается снижение американца, подрастают евро, фунт, золото неплохо подрастает уже на почти более чем на 0,7%, биткоин прибавляет 0,2%, хотя, в принципе, снижается. Ну и пары, в которых доллар идет как ведущий, доллар-канадец, доллар-франк, доллар-иена, все снижаются. Продолжается импульс, который был заложен вчера, и логично, как минимум, обновление еще раз экстремумов в рамках часового таймфрейма, тех максимумов, которые мы достигли на окончании американской, начале азиатской сессии сегодня ночью. Что же такого случилось, что доллар, несмотря на ужесточение монетарной политики, продолжил снижение? Здесь надо понимать те ожидания, которые были заложены на заседание, на пресс-конференцию, и что по факту получил рынок. Тот факт, что ставка будет поднята, рынок учитывал практически на 100%, вероятность хайка на фьючерсном рынке приближалась к 100%, и здесь рынок бы, наоборот, был удивлен, если бы ставка была неизменной. Ставку подняли, более того, дальнейшее ужесточение монетарной политики осталось в тех же планах, что и было, то есть это повышение, еще три повышения ставки в 2019 году, два в 2020, то есть никаких изменений рынок не получил, но при этом надо понимать, что прогнозы банков, крупных банков закладывали более истребиный вариант развития событий. Ожидалось изменение на повышение траектории повышения ставок, то есть рынок ждал, что, возможно, в текущем 2018 году мы получим вероятность четырех повышений, ФРС этого не подтвердила, вероятность повышения в следующих периодах также не была изменена, но и более того, прогнозы ФРС на будущие периоды практически не изменились. В частности, прогноз по инфляции остался неизменным на уровне 2% в среднесрочной перспективе, ФРС ожидает достижения данного уровня. Из негатива можно добавить то, что снизили уровень естественной безработицы довольно сильно, и давайте так вот подведем итог, что мы получили, что мы ожидали. Ожидали, что прогнозы будут усилены более истребиными, мы этого не получили. При этом ФРС в лице Паула в рамках пресс-конференции подтвердили и рост экономики, и улучшение перспектив, и отличную ситуацию на рынке труда. В этом, кстати, на этих комментариях доллар пытался незначительно укрепляться в моменте, особенно на спроводительном заявлении еще до пресс-конференции Паула, но потом, когда прогнозы не были изменены, несмотря на более такую оптимистичную риторику, доллар начал снижаться довольно сильно, это особенно было заметно в паре с золотом, с нефтью, где данные товары очень сильно выросли против доллара. И на текущий момент, повторюсь, ожидания на еще одно обновление экстремумов азиатской сессии по часовому таймфрейму против доллара, я пока что считаю вполне обоснованным и логичным. Что, к чему мы дальше идем и вообще-то как можно подытожить все это заседание? Знаете, я бы обратил внимание на следующий момент. ФРС, во-первых, в лице Паула сказала, что не исключает вероятность превышения целевого уровня по инфляции, то есть не то чтобы достижения 2% уровня, но и возможное превышение, волатильность показателя будет иногда чуть выше, иногда чуть ниже 2%. Это первый такой негативный момент, то есть ФРС не будет прибегать к более быстрому темпу повышения ставок при незначительном превышении цели по инфляции. И второй момент снижения уровня безработицы целевого и естественного. Вот эти два момента крайне негативны, на мой взгляд. Почему? Потому что подобная ситуация, скорее всего, говорит о перегреве экономики, когда инфляция может выйти из-под контроля, расти быстрее ожиданий ФРС и их прогнозов, что заставит ФРС повышать ставки в более быстром темпе, а это уже в среднесрочной перспективе приведет к рецессии. Но с другой стороны, ФРС своими сопроводительными заявлениями от пресс-конференции Паула говорит, что не опасается такого сценария, уровень безработицы снижен, цели по инфляции позволяют даже их превышение в районе вот этих 2%. Посмотрим, к чему это все приведет. Но пока ФРС, не оправдавшая ожидания рынка, привела к падению доллара. И это, знаете, это просто фантастика. То есть крупнейшая экономика мира, одна из крупнейших, стабильная экономика. Несмотря на суммарный долг 21 триллион, это вот отдельная тема. Но сам факт, что экономика с рейтингом стабильности 3А ужесточает монетарную политику, сокращает программу количественного смягчения, повышает ставки, а валюта данной страны снижается. Можно только аплодировать действиям чиновников, действиям Белого дома, действиям ФРС, потому что ситуация для них максимально выигрышная. Ну и от итогов вчерашнего дня, давайте к сегодняшнему дню. Повторюсь, сегодня основное внимание надо уделить заседанию Банка Англии. Здесь у нас что? Разменения монетарной политики не ожидается. Вообще, те, кто смотрел мой обзор в понедельник, вы помните, я говорил, что данные вторника и среды по экономике Великобритании очень важны для ожидания рынка относительно действий Банка Англии. И, в общем-то, после данных вчерашнего дня, когда инфляция вышла чуть ниже предыдущих периодов, но и ниже оценок экономистов, она все-таки вышла на высоких уровнях. И это повысило вероятность ужесточения монетарной политики, то есть поднятия ставки со стороны Банка Англии на этот год до одного. То есть, если до этого рынок не ждал повышения ставки со стороны Банка Англии, теперь одно ожидается. И это не на текущем заседании, не на сегодняшнем. То есть, сегодня логично ожидать сохранения монетарной политики на прежнем уровне, то есть и программа количественного смягчения, и процентных ставок без изменений. И основное внимание следует уделить числу голосов за сохранение монетарной политики. Напомню, 9 голосующих членов Банка Англии ожидается, что все 9 проголосуют за сохранение монетарной политики без изменений. И вот если появится хотя бы один ястреб, который отдаст свой голос за повышение ставки уже на текущем заседании, фунт получит довольно сильную поддержку. Там вероятность роста на пару фигур будет где-то до 1,43. Можно было бы ожидать, я бы вот так сказал. Но здесь заранее сказать это трудно. То есть, нам нужно именно какие действия будут на заседании Банка Англии. То есть, нужно смотреть данные. Повторюсь, изменения самой монетарной политики на текущем заседании крайне маловероятны. После будет выступление, по-моему, Лоутеншлегера у нас сегодня. Глава Банка Канады выступит. Стоит посмотреть выступления глав данных банков на предмет будут ли комментарии в их политике, в их экономической политике относительно решения ФРС, относительно экономических войн. В принципе, Пауэлл пока что отметил, что экономические войны, если они и будут, не сильно влияют на прогнозы ФРС. Меня это немножко, конечно, удивляет. Но посмотрим. Повторюсь, позиция Пауэлла только-только начинает раскрываться. Не так много. С его стороны было комментариев относительно монетарной политики. Мы начинаем его узнавать лучше, его взгляд лучше. Пока вот имеем, что называется, то, что имеем. Поэтому подытожим. Доллар логично ожидать в снижении пока что на сегодня. Еще раз основное внимание уделить, рекомендую, заседанию Банка Англии. Посмотреть на выступления глав ЦБ мира, которые, возможно, дадут свои комментарии относительно своих действий в свете изменения политики ФРС. На этом, пожалуй, на сегодня мы будем завершать. В студии был Артем Авинов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова